Первая тема взаимоотношений мужского и женского начала. Первый вариант. Здесь идет вариант супружеских отношений, но здесь не только именно супружеских отношений. Принцип, так как у нас Земля, Матерь-Матка, аналитический центр Вселенной, поэтому основная сила это мужское и женское начало. Это как в рунах. Первая руна это корень мужского и женского начала. Затем, когда идет взаимодействие, продолжение зарождения жизни, идет хор духов мужского и женского начала. Центр характер ребенку передает мама, харизма отец, совесть предки. Вот нести свой крест, о чем говорил Иисус Христос. То есть первое, это когда гармония мужского и женского, духовное вместе развитие, душевное и физическое. Такие 25% взаимоотношений. Следующий, второй вариант. Идут моно. Монокультура, монорелигия, это преобладание одной энергии, мужской или женской энергии. Допустим, у мужчины свои интересы, свои друзья, свои увлечения. У женщины свои интересы, свои подруги, свои увлечения. У них из духа, души и тела, как минимум, если люди в дуализме, у них отсутствует одна. Если у людей присутствует я, я, мое, мне, тогда отсутствие духа и души, тогда присутствует только материя. Во втором, третьем, четвертом варианте уже появляются любовники и любовницы, и семья распадается. В отношении рода и природы, когда получается второй, третий, четвертый вариант, тогда второй, третий, четвертый вариант выступают как навоз. Как говорил Столыпин, та нация, народ, кто нещит свои обычаи, традиции, культуру, это навоз для других народов. Начинают присутствовать вирусы, появляются бактерии, паразиты, грибы, и одни виды породы жизни дают жизнь другим. Это второй вариант, это моно, культура, моно, религия, то есть преобладание мужского или женского начала. Если преобладание женского начала, это магия, хаос, интриги, сплетни, зависть. Преобладание мужского начала, это деспотизм, авторитаризм, война, агрессия. В природе все существует так же. Третий вариант, патриархат. То есть когда преобладает мужское начало, патриархат, женское начало полностью жертвует мужскому началу, живет ради мужчины. У нее нет своих интересов, она все это подавляет себе, живет ради мужчины. Как правило, если это взаимоотношение между мужчиной и женщиной, как правило, когда вырастают дети, вырастают дети уже, все, женщина терпит ради детей, чтобы вырастить детей. И затем семья распадается. То есть здесь патриархат, преобладание мужского начала. И четвертый вариант, матриархат. Когда мужчина живет ради женщины. Здесь, как правило, если взять семьи, эти варианты даже бывают в семейно-супружеских отношениях. Если женщина берет на себя все финансы, управление, все решает, без ее ведома ничего не делается. Как правило, мужчины начинают злоупотреблять спиртным, сигаретами, наркотиками. Раз ты такая мощная, сильная, перенеси все. И тогда приходит время, то же самое. Появляются у них болезни, появляются эти же вирусы, бактерии, паразиты, грибы. И кто-то один у супругов уходит в мир по родителям, за ним уходит следующий. Либо семья распадается. Вот это четыре варианта взаимоотношений. Первый вариант – это пара, женщина – это любовь и забота, мужчина – защита, опора. Разное предназначение. Второй вариант – моно, религия, монокультуры, преобладание женской либо мужской. Третий вариант – патриархат, преобладание мужского начала. Четвертый – матриархат, преобладание женского начала. Часто в семьях, в течение дня это происходит, бывает все четыре варианта. Какой преобладает? Контрольный пакет акций. 50% плюс одна акция. Вот как чтобы семьи сосуществовали вместе, были многодетные, существовали 20, 30, 40, 50 и более лет. То есть тот, кто взял на себя ответственность, тот, кто решает проблемы, называется контрольный пакет акций. Если мужчина или женщина взял на себя ответственность, решили проблему, тогда решается проблема и в семье, и в роду, и с духовным развитием, и с душевным, и с финансовым. Если ищут козлов отпущения крайне, ты виноват, ты виноват, он виноват, та виновата, система виновата. По канонам вселенной трех дежурных нашел, свастичный принцип, четвертый – будешь ты. И начнутся проблемы. И когда, если в семьях хотя бы кто-то один, а вы в идеале пары мужской и женской начало, возьмут на себя ответственность по решению всех проблем, не только семейных своих, но и семейно-родовых, взаимоотношений с детьми, когда будут хранителями знаний, женщина-ведьма, ведающая мать, мужчина-духовный, наставник-учитель. И только когда мужчина в женщине видит богиню-богородицу, семья крепкая. А когда женщина в мужчине видит духовного наставника, духовного отца своих детей, тогда будет пара, семейный отчат, пространство любви. И, как правило, эти семьи живут долго.